В Одесской области нетрезвый водитель убегал от полиции и наехал на людей. В воскресенье, 9 июня, в селе Фонтанка Одесской области нетрезвый водитель во время побега от полицейских наехал на людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт главного управления нацполиции в Одесской области. Следствие предварительно установило, что 34-летний водитель легкового автомобиля BMW, убегая от патрульных, на одном из перекрестков столкнулся с автомобилем Форд, а после наехал на трех женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеходов и водителя BMW с телесными повреждениями доставили в больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает. После осмотра врачей две женщины от госпитализации отказались. Водитель Форд не пострадал, у водителя BMW заметили запах алкоголя из ротовой полости. У него отобрали биологические образцы для установления состояния опьянения. Сейчас он находится в больнице. Как установили следователи, мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, за что уже привлекался к ответственности по Ч. 2 стакана 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, КУАП. Кроме того, ранее злоумышленник также привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, Ч. 1 стакан 130 КУАП, и уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством и кражу, Ч. 2 стакана 289 и Ч. 3 стакана 185 Уголовного кодекса Украины, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. После установления всех обстоятельств происшествия ей будет дана правовая квалификация, масштабные ДТП. В ночь на 4 июня в Винницкой области перевернулся микроавтобус с людьми, которые возвращались с экскурсии. Пострадали 7 человек, во Львовской области работники ТЦК и СП на автомобиле сбили мужчину на велосипеде. В городе Гданьско украинские подростки погибли в ДТП во время побега от полиции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.